Дай почитать. А ты бессилен, беспомощен, одинок, и помочь тебе справиться со страхами и болью может только монстр Тис. Итак, этот трагичный сюжет был придуман британской писательницей Шиван Доут, умершей от онкологического заболевания в возрасте 47 лет. А Патрик Несс, автор нашумевшего бестселлера Поступи Хауса, написал на сюжет Доут книгу «Голос монстра», удостоенную одновременно двух медалей – Карнеги и Кейт Гринвей. Это книга о 13-летнем Коноре Умели и его самом жутком страхе – потерять родного человека. Как это – пережить ребенку? Не всякий взрослый способен на это. Это книга о маме Конора – доброй, сильной, умирающей и любящей. Это книга о людях, друзьях, одноклассниках, учителях, знакомых, которые не знают, как себя вести, как реагировать на чужое горе. Но главное – это книга о монстре Тиссе и его трех историях, и о мальчике Коноре и его четвертой истории. Это книга о преодолении страха и о правде. Для современной детской литературы тема смерти не является чем-то из ряда вон выходящим. Но «Голос монстра» на самом деле о глубоких человеческих чувствах, о том, как страшно терять родных, о том, что признать неотвратимость правды очень тяжело. Кажется, легче умереть самому. И вот однажды ночью в 00.07 к Конору явился монстр Тис и стал его звать по имени. Кричи сколько хочешь, невозмутимо пожал плечом Конор. Видал и похуже. Да, ожидание смерти и смерть страшнее любого монстра. Дерево-чудовище признается. Я пришел не для того, чтобы лечить ее. Я пришел лечить тебя. Интересно, что Патрик Несс именно Тис выбрал в качестве воплощения монстра. Это символичное и значимое дерево в кельтской мифологии. Дерево бессмертия, которое часто встречается на английских кладбищах. Тис символизирует печаль и скорбь. Из древесины Тиса изготавливались луки и волшебные палочки друидов. Голос монстра – книга притча, книга откровения, книга размышления. В мире не существует только черного или только белого. Нет идеальных героев и ужасных злодей. Большинство людей всегда остаются где-то посередине. Дорогие слушатели, не будем в стороне и прочитаем голос монстра Патрика Несса. До новых встреч. Дай почитать. Продолжение следует...